друзья всем привет сегодня у нас предстоит очень увлекательное мероприятие по чистке курятника для несушек будем дезинфицировать дезинфицировать в общем подготавливаться к зиме начнем мы вынесем все клетки вот уберем оттуда птицу освободим брудеры от молодняка у нас там сейчас сидят маленькие борундучки кучинские и сидит несушка на яйцах вот это будет конечно проблема но придется ее убрать так как после чистки помывки и максимального освобождения значит поверхности стен полу потолка мы будем производить дезинфекцию с помощью вот такой серной шашки я сначала предполагал что нужно будет сначала значит пробрызгать нам стены дельцидом от кровососущих паразитов но вот почитав инструкцию я здесь вижу что написано убивает насекомых вредители клещей их личинок их личинки то предполагаю что вот этих вот кровососущих гадов можно как бы отнести к клещам да и ко всей этой вот мелкой живности которые эта шашка способна погубить поэтому не вижу смысла обрабатывать дельцидом наверное пока не буду если что дельцидом можно и обработать присутствие птицы уже после какого-то времени если появится то зараза так что общем мойка чистка и обработка серной шашкой поехали вот мы все вытащили сюда на помывочное место сейчас возьмем керхер и будем все это отмывать то есть освобождаем курятник по максимуму сейчас я покажу что остается у нас курятники я убрал все с полок со всех скрытых полостей а вот видите что забыл картонку которую я вешаю на решетку когда птенцы маленькие чтобы не выходили мы тоже берем здесь все пылесосим сейчас пылесосим обязательно гофры на них скапливаются вот вы можете видеть куча пыли ну короче все вертикальные поверхности мы с вами пылесосим очищаем шпателем потом тряпкой с водой с дезинфицирующим средством каким-нибудь но я септодез применяю чистим вытяжку видите да что там творится вот но все углы все очищаем здесь у нас видите остается только вот каркас для клеток и каркас из-под насеста гнезда убираю я сейчас отсюда значит солому не солома сена тоже выпылесошиваю все оттуда здесь в общем все по максимуму не забываю про это место вот над на верхней поверхности обогревателя мне не видно но я думаю что там очень грязно перед тем как идти пылесосить курятник я значит один разочек прошелся керхером намочил все вот это вот хозяйство чтобы отмокала так скажем пойду пропылесошу и уже приду сюда мыть более конкретно так вот эти экраны они у меня легкосъемные назовем так эту конструкцию то есть вот так они у меня снимаются и под ними было много всего интересного ненужного пух там скопление опилок грязных в общем все это я снял здесь почистил спателем пропылесосил а вот это у меня не так просто снять вот эти экраны но под ними тоже то знаете малоприятные вещи в общем тоже смотрю надо наверное мне их открутить вынести помыть керхером эти места под ними пусть обработаются серной шашкой как следует пропитается дымом потому что там есть влажный соответственно и плесень вытяжку я прочистил она была сильно забита вот осталось махнуть тряпкой здесь на выходе вешать вентилятор я наверное не буду пока не будет у меня возможности купить нормальный может быть даже асинхронный какой-нибудь с конденсатором а вот такой вентилятор уже здесь у меня стоял по счету 3 наверное или или вторую не 3 скорее все 3 да вот сгорает они в общем не выдерживают они такой пыли такой нагрузки от пыли вот ну и ставить еще один такой же я не вижу смысла сюда либо надо сюда нормальный вентилятор ставить уже профессиональный либо не стоит никакой кстати говоря вот ползимы у меня 2 план зимы уже функционировала вентиляции без принудиловки и ничего нормально справлялась вот здесь приток здесь вытяжка тянула ой 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 как видно было даже вот когда морозный день как выходит из этой трубы влага и еще я оставлял вот на где-то не такую щель на такое проветривание окно и при всем при этом без обогрева принудительного вот этого здесь было 15 12 15 раз все помыто разложено на сушку ждем когда это высохнет я думаю что завтра днем все занесем это обратно в курятник и вместе с этим оборудованием обязательно вместе с этим оборудованием мы уже взорвем там серную шашку так в курятники и меня еще все в процессе надо помыть окно здесь вот очистить еще раз пропылесосить все горизонтальной поверхности потому что я прошелся веником по стенам сбил тут пыль все короче здесь в пыли сейчас не видно на камеру гнезда я значит в пропылесосил все вытащил из них как бы осталось здесь у меня влажная уборка по мою окно и протру тряпкой то что можно протереть там плафоны обогреватель короче все что можно а завтра уже занесем сюда все оборудование соберем насесты занесем клетки поставим их пока наверное просто в курятник чтобы вот эти места которые вызывают у меня опасения они как следует пропитались дымом серным и уже после дезинфекции серной шашки установим все на место экраны я снял все помыл они на улице сохнут ну а лучшие друзья мужчины в деревне это мойка и пылесос керхер ну вот мой закадычный друг это пылесос керхер мы с ним пережили ни одну стройку ни один ремонт и он до сих пор работает сейчас он не служит в курятники для бролера где вполне справляется со своими обязанностями и вот я его привлек для работ в курятники для несушек в общем надежная техника если вы ищете пылесос то я думаю есть один вариант только это вот этот ну или ему подобный то же самое с мойкой мойки там всякие других марок мне кажется что не то что кажется я просто сталкивался и скажу что уборочное оборудование керхер это ну достойный так скажем представитель на рынке я бы не искал бы от добра другого добра как вот так это мое личное мнение просто совет рекомендации никакая не реклама ничего если бы мне предложили рекламу керхера я бы это делал бесплатно хороший оборудование ну а так на всякий случай керхер если что там туда-сюда почта в описании и и а и а а и и и и и Продолжение следует... На солнце чуть-чуть расширился линолеум, поэтому здесь получается немножко... Приходится его сборить. Но ничего страшного, он сузится обратно. Вот это вот физика называется. То расширится, то сузится. Всё, вы видели, как всё это собирается без использования какого-либо инструмента, приспособлений. Всё лежит под собственным весом. Фиксируется вот на таких вот пазах. Просто-напросто ничего это никуда не съезжает, никуда это не денется. Так, всё с населством. Значит, сейчас мы... Сейчас я, наверное, ещё нацеплю все вот элементы вот этого загона, чтобы всё тоже это обработалось серой. И принесу клетки, вот эти поддоны под клетки. Всё здесь вот разложу, поставлю, чтобы это всё продезинфицировалось, обработалось серной шашкой. И дальше уже, когда по прошествии, вот, получается, сутки под дымом, двое направления, через трое суток мы расставим всё на место. И повешу ещё бункерную кормушку. Сейчас принесу. Ну, покажу. Кормушка установлена. Вот такая вот бункерная кормушка. Пускай тоже дезинфицируется. И, значит, я поставил элементы загона, да, которые легкосъёмные. Я уже показывал, по-моему, вот эта стенка. Всё держится вот на шпингалетах на этих. То есть, снимаете просто, отстегиваете эти шпингалеты. И снимаете вот эту вот стенку. То же самое вот и лицевая часть. Тоже на шпингалетах. Всё это очень легко снимается, ставится обратно. То есть, конструкция мне очень нравится. Вот. Пускай тоже это всё у нас обрабатывается серной шашкой. Весь инвентарь занесли в курятник. Поставили, расставили, разложили. Вот таким образом. Значит, заткнули вытяжку. Закрыли приточку. Закрыл приточку с той стороны. У меня два клапана. Один с улицы, один отсюда. Я закрыл с улицы, чтобы дым туда тоже попал. Вот сам в этот воздуховод. Так, здесь вот так вот мы разложили тоже поддоны, экраны. Положил я крышку металлическую от бочки. И поставил шашку серную. По инструкции написано, что можно фитиль просто положить. Не видно. Просто положить на эту шашечку сверху. Но я для надежности просверлил отверстие, вставил вовнутрь. И еще загнул, вот как в инструкции, сюда. И сейчас мы это дело подожжем. Вот. Значит, здесь птицу убрали. Брудер я не чистил. Смысла нет, потому что сюда опять несушку поселят. Через три дня сюда. Сюда, наверное, Кучинских вернут тоже. Вот. Открываем мы два брудера. Эту дверь я оставлю открытой. Закрою я только входную дверь. Вот эту металлическую. Все. Щиток тоже открыл электрический. Пусть там тоже все продезинфицируется. Так. Ну, вроде бы подготовились. Что, поджигаем? Так, вот, фитиль загорелся. Плохо видно. И шашка начинает с края плавиться. Пока дыма я не вижу никакого. Вот фитиль погас. И чего? А, нет, горит. А, теперь шашка горит сбоку, я так понимаю. Или я что-то неправильно понимаю? А, да, шашка таким синим огнем, как бы. Сейчас я еще фитилек подожгу. Получше. Так, похоже, здесь принцип такой, что нужно было фитиль, чтобы зажег максимальную поверхность, торцевую. А я его, получается, что вставил вовнутрь. Наверное, это неправильно. Нужно было просто его положить и поджечь. Ну, ладно, она вот загорелась, потихонечку распространяется очаг горения по всему торцу. Так уже пахнет. Вот такого прям дыма едкого я пока не наблюдаю. А, вот начинает вроде выделяться. Что-то мне не нравится этот механизм ее горения. Фитиль вытащу лучше. Сейчас я его вот так положу, чтобы он полностью торится. Да, все, воняет. Дыма такого не видно, но уже першит горли, поэтому я, наверное, ударюсь. Понаблюдаю из окна. Так, ну я уже заглядывал, все по плану. Едкий запах такой, бьющий в нос, неприятный. Дыма мало. Сейчас я вам открою, покажу. Быстренько закрою. Дыма не видно практически. Но есть, вот он такой, не сильный. Фу. Ну и вонище, боже мой. Так вот, по прошествии получаса из щелей видно дым. Сейчас я быстренько открою. Ой, не в ту сторону. Так, смотрите. Вот такая картина. Все, там все в дыму. Фу, ну и вонище опять-таки. Ну и нормально, что значит работает. Все, все по плану. Все оставляем на сутки. Так, ну вот, друзья, завершена наша уборка. Все расставлено по местам. Ну, почти все расставлено по местам. Насыпана стружка на пол. Клетки на месте. Поддоны мы чуть позже положим вот сюда. Они просто еще подсыхают. Я их оставил. Где-то через сутки мы запустим птицу, чтобы она уже неслась на свое привычное место. Гнезда, значит, я устроил каким образом. Внизу стружка, чтобы если там что-то проваливалось, протекало, все впитывалось в эту стружку. А сверху просто сено. И яичко будет чистое, и птичка будет довольная. Ну вот, в принципе, наверное, на этом мы и завершаем этот видеосюжет. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok